Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня с вами я, Зара Готлеб, блогер из города Сан-Диего, штат Калифорнии. Я, как всегда, знакомлю вас с эмиграционными новостями. О своем возвращении я уже сняла видео. Если вам интересно, вы можете пройти на предыдущие видео и посмотреть, что я планирую и чем я планирую заниматься тут. Также вас хочу предупредить о том, что у меня теперь видео пока не будут обработаны. Обычно я подавала информацию очень красиво, ее обрабатывали ребята, которые работали со мной. А сейчас же мы это будем делать сами. Я снимаю и выкладываю. Очень многие жаловались на то, что музыка громкая, еще что-то такое, а теперь вот будете смотреть на меня и слушать эти новости. Сегодня я хочу вас ознакомить с одной хорошей новостью. В частности, это касается приглашений на интервью. Начались очень активные приглашения на интервью, как родственников граждан США, так же и обладателей грин-карты. И, к сожалению, некоторые интервью приходят за неделю. Некоторые приглашения приходят за неделю до интервью. И для того, чтобы вас это не застало врасплох, я подготовила информацию, которая вам будет полезна. Я уверена в этом. Сейчас, прежде чем я начну, хочу сказать, что Украина, Россия и Беларусь практически все интервью проходят в Польше. Для того, чтобы вы могли получить свое интервью в Польше, у вас должен быть шенген. И многие из моих клиентов сначала едут в Грецию и из Греции заезжают в Польшу. И другой основной момент, который я хочу отметить – наличие вакцины от COVID обязательно для всех людей, которые проходят интервью с 1 октября 2021 года. Потому что если у вас этой вакцины не будет, к сожалению, получение визы для вас будет проблематично. Вот мне недавно написала девушка, которая говорит, а в России же нет этой вакцины, которую они хотят. Несмотря на это, так как вы практически будете проходить свое интервью в Польше, вы обязаны пройти и поставить эту вакцину, если только у вас нет противопоказаний. Про противопоказания и также какие именно вакцины они принимают, я снимала видео. Я оставлю обязательно ссылочку. Теперь давайте перейдем, я буду подсматривать на другой компьютер и буду зачитывать, что именно. Первое. Убедитесь в том, что у ваших родственников есть пакет, который вы загружали в NVC. Что туда входит? Обычно туда входит свидетельство о рождении, о браке, доказательство вашего резиденции или же гражданства в США, спонсорские формы, форма I-864, ваши налоги и также обязательно IRS Tax Transcript. Сейчас практически у всех людей, которые идут на интервью, у моих клиентов в частности, они запрашивают IRS Tax Transcript. Если у вас его нет, я вам рекомендую начать подготовку этого IRS Transcript сейчас. Почему? Если раньше вы могли зайти и забрать это онлайн, то сейчас это занимает практически 2-3 недели для того, чтобы вы могли ее получить. Поэтому готовьте это заранее. Второе. Убедитесь в том, что ваши родственники поставили вакцину от COVID, как я уже сказала. Значит, вакцина от COVID на сегодняшний день это Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и также вакцина, которая была одобрена ВОЗ. Я ее сейчас уже точно не вспомню, но у меня есть видео, в котором я об этом говорила. В Польше ставят вакцину Johnson & Johnson и дают сертификат в тот же день. Но если же вы выбираете поставить вакцину, например, Moderna или Pfizer, помните о том, что там есть промежуток, когда вы одну ставите сегодня, к примеру, и вторую вы должны поставить через 21 день. Поэтому планируйте, какую именно вакцину вы будете ставить. Теперь очень важный момент. Если у вас, например, на момент интервью не будет этой вакцины, это не означает, что вам визу не дадут. Это означает, что вам нужно будет ее донести, потому что для них это очень важно. Также, например, у одних моих клиентов, которые получили свое приглашение на интервью за одну неделю, они не успели пройти медосмотр. Но консульство об этом уже знает, и они сказали, окей, вы приходите на интервью, но медицину потом донесете. Поэтому не переживайте, если вдруг вам пришло письмо, а у вас еще медосмотр не готов, и вы идете туда и говорите, вот я получил вот в такое-то время, но я медосмотр прохожу и я донесу. Второй момент, который очень важен. Не проходите медосмотр, пока вы не получите инструкции, потому что в этой инструкции будет вам указано, в каком именно учреждении вы должны проходить. Поэтому дожидаетесь инструкции, и только потом вы назначаете интервью. Это один момент. А второй момент, когда вы идете на медосмотр, они у вас просят распечатать письмо, приглашение, и если у вас его не будет, у вас по-любому, у вас не будет этого медосмотра. Значит, третий. Убедитесь в том, что справка о несудимости, срок ее не истек. Обычно они просят, эта справка о несудимости, она действительно в течение одного года. Но я рекомендую, чтобы вы взяли обновленную, потому что я уверена, что по-любому они скажут, это уже истекла, принеси нам новую. Потому что некоторые документы, например, в NBC, у меня есть кейсы, которые были загружены в 2019 году, в 2020 году, они только-только начали приглашать их на интервью, и они все отнесли обновленные справки о несудимости. Также, если вы прожили в какой-либо стране больше, чем 6 месяцев, вы также должны взять справку о несудимости с этой страной. Это тоже обязательный момент. Потому что, когда вы заполняете свою форму ДС-260, вы им даете историю проживания своей жизни и адреса. И когда они увидят, что вы прожили в одной стране, там год в другой, и вот с этих стран они у вас могут потребовать все эти справки о несудимости. Поэтому вам нужно заранее задуматься об этом и готовить об этом. Четвертое. Убедитесь в том, что вы как спонсор отвечаете требованиям. У меня очень много видео на эту тему. Когда вы спонсируете своего родственника, естественно, это всегда плюс, если вы сами будете спонсором, если вы не будете привлекать спонсора. Но если же у вас не получается, к примеру, семья у вас большая, а вы не особо много зарабатываете, то, естественно, вы можете привлечь ко-спонсора, который вам будет в помощь. И поэтому вы также должны убедиться в том, что если вы знаете, что вашего дохода будет недостаточно и у вас будет ко-спонсор, подготовьте документы для ко-спонсора тоже. Потому что ко-спонсор также должен предоставить свои налоги в форму I-864. И также он должен предоставить IRS Tax Transcript свой W-2 или же 1099. Этот момент тоже очень важен. Поэтому готовьте заранее эти документы. Значит, пятое. Убедитесь в том, что срок паспорта у ваших родственников не меньше 6 месяцев. Потому что если у вас так получится, что, например, ваши родственники въезжают и там их паспорт истекает через 2-3 месяца, здесь на границе могут не пустить. И очень важно, чтобы вы как бы или же обновили, или же проработали этот момент, потому что это будет очень важно. Также для ваших детей, если, к примеру, у вашей страны два паспорта, один внутренний, а другой заграничный, у ваших детей также должен быть заграничный паспорт. Потому что визы всегда проставляют на заграничные паспорта. Это очень важно. Поэтому подумайте и проработайте этот момент также. Значит, заранее переведите школьные документы. Почему? Потому что, когда вы приедете сюда, я уверена, что вы сразу захотите устроить ваших детей в школу. И поэтому заранее подготовьте документы детей, чтобы вам здесь не искать. Многие говорят, да здесь никто не спрашивает. Да, иногда здесь никто не спрашивает ни их табеля, ничего. Но есть моменты, когда спрашивают. И чтобы и так, как вы сюда приедете, у вас уже будет весь этот стресс. И чтобы себя хоть как-то освободить, заранее подготовьте эти документы. Это тоже очень важно. Значит, восьмой момент. Вы, как спонсор, как петиционер, который везет своих родственников, должны позаботиться о том, чтобы у ваших этих родственников было место, где они будут проживать. Квартиру, там, комнату, если это просто жена или же девушка, или же невеста. Обязательно, чтобы у них было место для проживания. Потому что это и для получения документов хорошо, и на то, чтобы настроиться на жизнь, чтобы как бы безстрессово интегрироваться в эту культуру. Очень важно, чтобы у человека была именно вот эта не ситуация, а как это говорят, чтобы был такой момент, чтобы человек знал, что за спиной всё хорошо, и он может как бы развиваться, идти дальше. Значит, пройти, номер девять, пройти медосмотр в предусмотренном учреждении. Пройти медосмотр в предусмотренном учреждении, как я уже сказала, пока вы не получите свою инструкцию, пока вы не получите приглашение, ни в коем случае не проходить медосмотр. Единственный момент, который вы можете для себя сейчас сделать, это получить прививку от COVID. Её можно заранее получить, у вас будет прививка, у вас будет сертификат, и вот на тот момент вы уже можете спокойно это всё сделать. Некоторые говорят, например, пока у вас для иммиграционной визы, пока у вас не будет прививки, мы тебя не пригласим на медосмотр, поэтому вам нужно заранее об этом подготовиться. Что, если вы не хотите получать прививку? Если вы отвечаете, подпадаете под исключение, когда вы, например, не можете получить эту прививку, вполне возможно, вас освободят, а вполне возможно, если вы не подпадаете, то вас не освобождают, естественно, вы не получаете свою грин-карту, свою визу. Это очень важно. Поэтому сейчас уже решайте, вы будете получать свою вакцину, не будете её ставить, потому что от этого будет зависеть ваш переезд. Это очень важно. Значит, как я уже сказала, люди, которые проживают в России, кстати, некоторые кейсы россиян автоматически НВС сразу переправляют в Польшу. Даже есть ссылка, в которой говорится, что Польша принимает кейсы из России, из Украины и из Беларуси. То есть это на сайте Госдепартамента. Я недавно с кем-то поделилась одной из своих клиенток. Поэтому, друзья, я бы сказала, что сейчас тот момент, когда лёд тронулся, я вижу, что многие из моих клиентов, вот прям, можно сказать, каждую неделю мне пишут о том, нас пригласили на интервью, нас пригласили на интервью. Всё идёт как бы в таком быстром темпе, поэтому, чтобы это вас не застало врасплох, пожалуйста, прислушайтесь к тому, чем я поделилась, потому что я делюсь именно с вами из своей практики, из того, что мне мои клиенты пишут, звонят, говорят. И я хочу, чтобы ваш путь прохождения иммиграции был лёгким, чтобы у вас не было сложности, чтобы у вас не было головомороки. И также хочу сказать один такой момент, когда вы везёте своих родственников сюда, будьте готовы к тому, что вы привыкли жить, возможно, один или одна, и сейчас у вас появится дополнительная забота. И когда человек сюда приезжает, естественно, для вас это будет... Какое-то время это будет столько радости, но со временем вы начнёте понимать, ой, зачем я привёз, это такая головная боль, я вам говорю, потому что мне очень часто говорили. Будьте терпеливы к ним, помогите им, чтобы они могли как бы сами дальше двигаться без вас. Не давайте им рыбу, а давайте им удочку, потому что их развитие, так же будет и ваше развитие, и так же будет ваша помощь. Протягивайте им руку, не нужно ругаться, не нужно ожидать от них того, что они будут знать. Помните о том, что эти люди уже давно живут в своей стране, привыкли к своей культуре, привыкли к тому, что вот было так, а теперь будет так. И знайте о том, что вы тоже когда-то... Помните о том, что вы тоже когда-то приехали новеньким, многого не знали, и вы тоже чему-то учились. Я знаю, что когда, например, вы начнёте их учить, как водить машину, я знаю, что очень многие мужчины становятся нетерпеливыми, начинают кричать на своих жен, не кричите, потому что вы напугаете свою жену, и она уже будет бояться в следующий раз сесть за руль. Просто знайте, что она как ученица первого класса, которая только-только учится писать. Она будет писать свою жизнь сама здесь, с вашей помощью. Будьте хорошим учителем, будьте терпеливым учителем, будьте добрым учителем, потому что таким вас запомнят на всю жизнь. С вами была Зара, оставимся на связи.